Цена квадратного метра в Сарове в ближайшее время может значительно вырасти. К этому приведут изменения в правила землепользования и застройки, проект которых рассматривают депутаты. Ранее он прошел через публичное слушание. По их итогам, специальная комиссия решила часть нововведений внести в документ, одно отклонить. Речь о зоне G33. Там предлагалось изменить возможную этажность домов. Конкретно речь о домах в пойме реки Сатис на левом берегу. Сейчас там можно возводить здания высотой до четырех этажей. Эти изменения могли бы добавить в среднеэтажную жилую застройку до восьми этажей. Но комиссия эти изменения не одобрила и не внесла в проект ПЗЗ, ссылаясь на мнения присутствующих на слушаниях саровчан и результаты опроса на одном из городских сайтов. Невозможно учитывать мнения участников слушаний, которые не представили документы как паспорт, то есть не идентифицировали свою личность, и не подтвердили право собственности или право обладания того или иного имущества на указанной территории. Таким образом, как минимум, анонимное голосование на каких-то сайтах или площадках в социальных сетях не может быть под облёкой для принятия решения комиссией по документу в рамках градостроительного кодекса. По словам Петра Смирнова, единственные участники слушаний, чьё мнение по обсуждаемой территории должно быть учтено, это жители проезда Ахтямова. Именно их 14 домов находятся в территориальной зоне, в отношении которой и предлагались изменения. Эти горожане высказали свою позицию, но, по мнению Петра Смирнова, их аргументы несостоятельны. Например, жители проезда Ахтямова высказали опасение, что новая среднеэтажная застройка ухудшит освещенность жилых помещений естественным светом. Если посмотреть на карту, которая была предложена на публичных слушаниях, застройка находится на севере от уже построенных 14 блокированных домов. То есть никаким образом, ну понятно, солнце у нас идёт с востока на запад через южную сторону, освещенность быть нарушена не может, даже если там построить семиэтажный дом. Следующий аргумент жильцов – застройка ухудшит транспортную ситуацию в микрорайоне. Заявляя об этом, жители не учли, что район в любом случае будет застроен. Проект планировки уже утверждён, и речь на слушаниях шла лишь о возможной максимальной этажности домов. Когда на этапе строительства строили проезд Ахтямова, он примыкался к проекту планировки компании «Саровинвест». То есть проезд, который идёт по ныне названной улице проезда Ахтямова, это и есть продолжение внутриквартальных проездов в соответствии с проектом планировки уже утверждённым. То есть «Строинвест-С», когда проектировал своё строительство, примыкался к будущей транспортной инфраструктуре, которая должна построить «Саровинвест». В любом случае построят. Поэтому говорить о том, что там им построят дополнительные проезды, их всё равно построят, потому что уже примкнулись. Та же ситуация и с аргументом про вырубку леса. Район застроят. Проект планировки утверждён. Поэтому на каждое дерево на участке уже выданы порубочные билеты. Ещё один пункт из обращения жителей Ахтямова – отсутствие официального заключения экспертной организации на надёжность предлагаемых сооружений. Проектирование сооружений не проводилось, и будет обязательно проведена экспертиза, о чём, в принципе, Владимир Николаевич Еминцев на слушании говорил. Но люди предпочитали его не слышать. Пётр Смирнов отметил, что ни один из представленных аргументов не может служить достаточным основанием для отказа в изменении возможной этажности домов на левом берегу реки. Обратил депутат внимание и на изменения в статье 39.2 правил землепользования и застройки. Их как раз комиссия поддержала. Новая редакция статьи предлагает распространить требования по минимальной доступности школ и детских садов, в том числе и на зоны ИЖС и малоэтажной застройки. Эти изменения предложил внести замдиректора ФСР Андрей Жинжиков. Очень специфический момент в том смысле, что он распространяется только на комплексное развитие территории. И, понимаете, внесение дополнительных видов застройки ИЖС, блокированная застройка, малоэтажная, да, в дополнение к среднеэтажной высотной, по сути, ставит крест на инвестиционную привлекательность вообще всего комплексного развития территории, которая у нас в городе обозначена. Вот. По сути, это сейчас только один проект комплексного развития территории реализуется. Реализуется он в поимире Кисатис. То есть мы можем сказать, что замдиректора ФСР сознательно вносит предложение, комиссия его поддерживает с целью ухудшения, значит, результатов деятельности конкретной компании, Сарухинвест. Это тот момент, когда ФСР, строя свои дома в районе улицы Менделеева, пятиэтажные, заявляет о строительстве парковки и не строит ее. То есть сама организация не выполняет требования, которые дополнительно на нее накладывают, но считает необходимым вносить изменения. Петр Смирнов считает, что проект изменений в правилах землепользования и застройки существенно затрагивает права и интересы одного застройщика, который вводит в эксплуатацию основной для города объем жилья. Остальные участники строительного рынка строят так мало, что не могут как-то повлиять на ситуацию с количеством жилых квадратных метров в Сарове. Все это приведет, реально приведет к существенному дефициту нового жилья, существенному дефициту нового жилья на рынке. Уже сейчас мы это чувствуем, да, если вы откроете там торговые площадки, где размещают объявления частные, вы увидите цену жилья реально в городе. На халупы, извините за выражение, да, там под 90 тысяч за квадрат в хрущевках. Но это нереально, ребята, это так нельзя. Это наша с вами сейчас задача, да, всесторонне отнестись к вот этому документу. Депутат предложил более внимательно отнестись к обсуждению и утверждению проекта изменений в правила, так как отсутствие нормальных условий для строительства многоквартирных жилых домов и дефицит на рынке многоквартирного жилья приведет к неконтролируемому росту цен за квадратный метр с жилой площади. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.